В принципе, абсолютно солидарно с предыдущими докладчиками, что основные проблемы, почему мы имеем плохое воспроизводство, это все-таки организация труда, технология, окормление, вот это, как бы, столпы. Вот ветеринарных вопросов, таких, сулугу ветеринарных, на самом деле не так и много, как принято у нас считать, что врач в этом плане выступает уже как палочка вручалочка, которая решает, как скажем, письмологические, как же вопрос или там, кармические вопросы. В принципе, я всегда говорю, что я спросил, что это такое, это стена такая, созданная из отдельных кирпичиков, чем выше у нас продуктивность, чем больше у нас молока, больше возникает потребностей у животных, уже и карман, значит, обслуживание, технологии, тем больше кирпичиков в этой стене. Если мы строим, мы можем быстро построить какие-то крупные блоки, ну, качество дома, естественно, будет хуже, высокое качество дома, больше количества кирпичиков. Вот эти кирпичики можно разбить на четыре блока, это сперва, здоровье животных, квалификация наших с вами, специалистов и факторы окружающей среды. Если про всех не говорить, это, ну, не знаю, это очень долгий вопрос. Что касается, так вот, основные, актуальные вопросы на сегодняшний момент, касаемо спермы, что здесь? Ну, понятно, благотворяющая способность, один вопрос, что сейчас можно акцентировать отдельно, это инфекции. Сейчас очень сильно ослаб контроль, ну, функция контролирующая, это только МКИ, наша государственная организация, которая должна контролировать качество спермы. Ну, и вот, ну, там, ну, здесь, вот этот вопрос пробивается, собственно, на сегодняшний момент, не буду называть производителя, потому что мы не тоже постоянно, а с иначе, как говорится, идут, ну, периодически, что там, даже АРТ, вырос на диарея пробивает, микроплазма, то, что переносит руки даже крупных организаций, не только российских, но и зарубежные выросы на этом деле. Вот это что значит? Стать, это будет постоянно присутствовать, диагностируйтесь далеко не всегда, вот вам один из пилотипологов, пожалуйста. По специалистам тоже момент, потому что на сегодняшний момент очень много вариантов обучения, что, как, как сказать, и МАНа, и РЭКТа осеменяют, и ВИЗа циррикально присутствует, как сказать, и температурные режимы, и технологии работы по СМИ, очень-очень много вариантов. То, что, да, нет централизованной такой-то политики в этом плане. Я уже, наверное, встает время, когда я вас вырабатываю, и мне ряд, иначе не знаю, куда мы идем. По тем же диагнозам, по лечению, значит, по срокам осеменения, ну, столько всего разного, ну, вплоть до того сталкивающихся, что лечит заговоры серьезно, лечит, вот, те же маститы, например, там, андивидритов, у меня тут один знакомый есть, там, слово знает, говорит, работает, не знает. Вот, отдельно, что тут сказать, по факторам окружающей среды, ну, принято у нас считать, что, ну, это постольку-посколько. Вот, взять ту же жару, например, вы замечали, анализ проводишь, летом, как правило, у нас, в этой семье не падает, да, вот. Ну, с чем, сказать, ну, хорошо, солнышко, там, все здорово. Нет, но высокая температура к чему приводит? Что снижается выброс, нет пикового выброса ретонизирующего органма, соответственно, запахивает обувляция. Запахивает обувляция, мы осменились, сменились, все подписано, там, а фолипол обувливает кожа, сперма просто не доживает. Вот, ну, это, знаете, природа не зря, это все создано, надо даже сами по себе замечать. Если жара, солнце, там, 50 градусов на солнце, воды нет, пустяка нет, ну, соответственно, только в крайних случаях хочется заниматься, наверное. Вот, то же самое, хоровые, ну, как, природу не обманет. Вот, есть отдельные способы, из этого на этот проект подробнее поговорим, как это устранить. Тоже освещенность в помещении, в темном помещении животное при всех равных условиях, даже при реальном кормлении, будет плохо проявлять признаки охоты, даже если там пол-хорошие идеи. Что еще? Те же, вот, у нас принято, там, холодный метод, холодный метод, да, хорошая штука, но холодный метод, холодный метод тоже ровный. Есть в помещении, например, низкая температура, высокая влажность, что это будет? Это высокая теплоотдача. Высокая теплоотдача, эта энергия дополнительно затрачивается на, что? Вот, ну, и молочка не получишь, и опять-таки, ей будут не до сердца. Вот эти вот моменты, это очень-очень, сейчас подробно про них поговорим. Вот, хотелось бы остановиться на чем? Говоря про выявление животных в охоте, вот сейчас, конечно, у нас системы выявления, они очень поставляют хорошо с этим фактором бороться. Есть тенденция к сокращению продолжительности охоты именно у коров. Вот обратите внимание, разные авторы, разные источники, разные года, да? Начиная с 27-го года прошлого века, кончая, ну, пекущим столетия, 2002-й год, да? Первая колонка – это продолжительность охоты у коров, вторая продолжительность охоты у пелок. И вот смотрите, что у пелок, по сути, она не изменилась. У коров сокращение, ну, будем считать, 8 часов, да? Порядка 8 часов, да, здесь же перед. Почему? Ну, как пелка, она носитель генетического потенциала, она им очень реализовала. Корова начала давать молоко. Скажем, в прошлое столетие, начало, и текущее, продуктивность совершенно, ну, сравнение не идет, да? Вот. А что такое продуктивность? Это метаболизм. Это отдача питательных веществ молоком, это потребность в энергии, ну, и параллельно – это половые стероиды, которые разрушаются печенью в этот период. Соответственно, нет эстрогенов, мало эстрогенов, ну, опять-таки, животное проявляет охоту в более короткий период, значит, в течение полового цикла. Значит, что, значит, в иллюстрацию вот этого момента, то же самое, интервал, скажем, 10 лет, вот, и обратите внимание, насколько изменяется показатель производства, значит, вот, одно и то же ставок, одно и то же автор, а исследование не из одного автора. Вот, наглядно, 20 лишних дней, практически, цикл всех периодов. Молоком, значит, опять-таки, это к иллюстрации того же предыдущего слайда, что выше продуктивность, ниже продолжительность охоты. Вот, ну, это крупительность. Опять, когда животное семеняет, вы не получите хорошего результата, семеняет още животное. Вот исследование, такие вот тоже для иллюстрации, взял, что, значит, осменялись коровы, потерявшиеся за период отрицательного энергетического баланса, значит, менее полубала, балл и свыше одного балла. Ну, и, в общем-то, не вдаваясь цифрой, можно сказать, что все показатели, включая продолжительность, ну, от отела до, период от отела до первого семенения, сроки проявления первого охоты, результативостными, все эти показатели плывут. Почему? Что, ну, опять-таки, физиологии, нет качественного фоллипула, низкий уровень прогестерона, вот, и мы имеем то, что имеем. Поэтому, опять-таки, возвращаемся к тому, что это стратегия коровы. Нужно подобрать сроки осеменения и стратегии коровы так, чтобы животное семенилось при положительном, значит, балансе энергии. Иначе мы не будем иметь то, что имеем, не будем иметь результаты, и тут дополнительно, значит, затраты на сперму и на лечение, и все такое. Вот. Ну, теперь так, более приземленно есть микотоксины, да? Ну, зачастую у нас на это внимание небольшое. Это ладно, когда это видно в формах, это визуально, в принципе, с этим можно бороться. Зачастую мы имеем те же микотоксины в комбикорме. Когда гонится за чрезвиной, значит, комбикорм приготовлен из низкокачественных, говорится, сырьевых компонентов. Вот. А что такое микотоксин? Ну, одно дело, что это отравление рубцовой микрофлоры, соответственно, синтез бактериального белка. Опять мы в молотонии получаем. Второй момент, это один из основных факторов, ну, не львиная доля, но тем не менее, эмбрионарной смертности. Ну, как правило, это на ранних сроках, даже не аборты, хотя и аборты можно вызывать, если уже хронические можно, а, как правило, это на ранних сроках, это где-то до 14-го дня, значит, после осеменения мы имеем вот этот, и поэтому факт у потери. По технологии содержания. Вот старая технология, две проблемы сразу. Уголовки симпатичные стоят, красивые, большие. Обратите внимание на, значит, транспортер, да? По сути, уровень лёжки в зону воздуха и уровень технологического прохода он находится на одном уровне, да? Вот когда сейчас этот транспортер чистый, пустой, когда там утром в ключиковой будет, там, полный навоза, всё это будет под хвост. Вот. Что это такое? Это бактериальный абсомиринус, понятно, это один вопрос. В имя молоко, это всё ясно. Второй момент, это тот же источник эндометритов. Пожалуйста, мы постоянно сами это заносим. Вот вам, значит, скрытые эндометриты, те же москиты, один из факторов. И надлом пола. Вот у меня случай был, находясь на таком, ну, как, далеко не всегда у нас чётко организованном зоне животных. Вот, ну, сейчас таких не так много осталось, но вот, значит, было такое хозяйство в Белгородской области, что, по сути, они как осенью становились, да не стыни стояли на привязке. Ну, где-то там чуть-чуть, там, кого-то там перевязали, связали, перегнали. Вот. А основная масса, по сути, стояла безумционно, жёстко, да? Это сработало такой нормальный пол, но вкупе с этим сработал как фактор спаищного воздержания последствий. Вот. Потому что, ну, в начале вот этого периода, стоилого, скажем так, этот фактор не сработал ещё. К концу, это весенний день, конец зимы, что такое? Это крупные плоды, которые длительное время находились в таком стабильном, стационарном состоянии, ну, с малыми изменениями. Это травматическое давление на область плонового сращения, скажем, на таз. Вот. Травма, фибрин, спаищное воспаление. Вот вам один из факторов содержания. Ну, это как из экзотики. Вот такая картинка. То же самое. Находиться на таких, значит, стоилах. Вот о чём мы говорим, бетонок, а откуда это? Один вопрос. Второе. Бетонокное охлаждение. Понятно, это маститный тоже фактор. Вот. И, кроме того, значит, если нормативный, вот этот фактор срабатывает, в таком стадии вы далеко не сразу избавитесь от эндометритов. Какова бы у нас ни была красивая стратегия, работаем со стадом, эффективной схемой антибиотики, эндометрит всё равно будет. Вот. А что такое эндометрит? Это те же маститы. Вот тут сейчас немножечко промотать. Касаемо маститов, так тоже вот, готовясь, как говорится, к семинару, такой сладик подготовил, животные, условно, скажем, здоровые, клинически здоровые, и животные с признаками, с различными формами мастита, скажем так. И разные авторы, разные показатели, то есть, приводили, вот их постарался привести, что ирритативность семей не маститных животных хуже, значит, соответственно, сервис период будет хуже, ну, задние индексы семенений и всё остальное. А почему? Казалось бы, совершенно разные вещи маститных эндометрит. На самом деле, ну, это две стороны одновременно. Потому что, ну, в практике врача, кто находится, наверное, не дадите соврать, что животные, как в стадо, где много у нас мастита, те же животные переболевают у нас, имеют часто параллельно, или, как говорится, поджерёвно и скрытые эндометриты. Вот, это очень-очень часто. А что такое? Это почему? Это возбудители, они и те же, те же стриптококки, стриптококки, там, условно, патонент какая-то, вот, пути передачи, в общем, по лимфоидным системам, те же, через окружающую среду, пожалуйста. То есть, эти животные переболевают, по ашматке, там, сперма, скажем так, не выживает, глубоко не лезь, не лезь, нельзя. Вот, эмбрионалка у таких животных, опять-таки, высокая, ну, и вот вам, пожалуйста, имеем то, что имеем. Ну, это пропаскали. Вот. Пантеметритом отдельно, что, зачастую, на что получается, значит, то, те стратегии, которые мы используем, сейчас вообще тяжело работать, потому что, значит, есть ограничения, как гиби термолаган. Но, все-таки, на сегодняшний момент, без антибиотиков, жестко, хорошо, на ранних фазах, ну, нет красивых таких технологий, которые позволяли бы избавиться. Это, как предыдущие акты говорили, нужно нажимать, на том плане, на технологические, организационные моменты. Врач, он без антибиотиков на сегодняшний момент, ну, избавиться от антибиотиков, от маститов, те же, ну, тяжело. Практически это очень-очень-очень тяжело. И, конечно, то ли что мы имеем? Недаличьи в острой форму, мы переходим в животных, переводим хроническую форму, которая трудно диагностирована. Во-первых, сухлиника скрытые, вот, диагностируются далеко не везде и не всегда. Мы пытаемся их синхронизировать, как-то там осеменять, эффектно большого не получим. Вот. И, в конечном итоге, что страдает? За счет того, что мы в этот период добровольного ожидания так называемого животного не вылечили, мы вынуждены их лечить уже, когда корова у нас должна осеменяться. Это многократно безрезультатное осеменение и их же с этим связано. Чему приводит? Вот, пожалуйста, показатели то, что мы имеем по сервис периоду таких животных. Естественно, он будет у нас ползти вверх. То есть, больные животные позже осеменяются, результативность осеменения будет хуже. Мы в конечном итоге не получаем нашего желаемого большого молока. корма кормам тоже хочется сказать отдельно, что зачастую стремясь к высокопродуктивности, тоже сегодня это такой красный линейный шло. Мы балуемся концентратами при низком качестве объемных кормов. Конечно, никто не что страдает. Это те же кисты фолликулярные и такая любимая тема это задержка регуляции. Вот тут показано эволюционный крош просто для красоты. Зачем прижаре бывает, но вот тут касаемо камеры. И имея задержку эволюции, по сути, мы опять-таки не будем иметь высокого уровня господизводства. Это очень плохой никак. Просто это надо работать с семинатором, спрашивать, когда доставил сегодня животное, когда животное показало кровь. Они не все показывают, но порядка 35-40% животных покажут вам такую картинку. Но хотя что показывают, надо этот момент мониторить. в 2 суток укладываются после осеменения, хорошо. То есть мы спокойны, значит у нас все хорошо. Если у вас увеличивается количество животных, которые на 3-й, на 4-й, на 5-й сутки, надо искать проблемы. Если это коммерческий момент, значит вы увидите ясно, хорошо. Если человек с ней подготовлено сменяет не вовремя все, что шевелится, как говорится, разбирайтесь с на 5-й, даже бывает, что основным компонентом, скажем, рацион сбалансирован, но те же микроэлементы, потому что высокопродуктивное животное, это большой вынос не только кальций и фосфор, да, такие вещи, как тоже магний, цинг, кобальт, ми, вот эти вещи, то, что работает у нас на ауляцию. То есть если в той же мере нет, значит у вас опять-таки будет фоллипус даже красивый визуально всю охоту проявляет животное, но задержка будет овуляться, поэтому если вы не можете разобраться в таких во внешних визуальных вещах, копайте в ручу, ищите биохимию по микроэлементу. У меня из амзотики такой был один раз всего случай, когда перекормили селену люди Бабовы, а что такое селен? Это скажем так мышьякоподобное соединение. В микродозах это очень полезная вещь, а в макродозах это такси. Причем он как и мышьяк он отапливается может. И было хозяйство, которое во все, что можно ставало. Во-первых, они во всех схемах селено содержащих аппаратов бахли, плюс он был в премиксе. Деньги есть, почему нет? И в конечном итоге все перерыли, и инфекцию искали, и то, и другое, что красиво, все чистится, это прекрасно. А 30% примерно гриональной смертности. Это то, что по проломации периода между сменением можно посчитать. А часть будет попадать в стандартный цикл. Это визуально 30%, а вот представляете какие потери. Коробка все сменяется, все хорошо, но в тельности мы в конечном итоге не имеем. Оказалось в этом проблема. Просто интоксикация это единственное раз, когда был передоз. В основном это недостаток коглиментов. Конечности. Тоже проблема очень большая. Не только это копыта. Копыта что такое? Это опять-таки во-первых, там два факта сработают. Само по себе если расправительный процесс есть либо в копыце, либо в суставе, что это? Какой-то гистамин. Гистамин это антагонист те же гидонотропный гормонов то, что гипофсик вырабатывает в полистимулирующих деминизирующих и концентрация падает. Соответственно у нас и качество гистиклетки будет хуже и овуляция будет запаздывать. Помимо того качество самой гистиклетки тоже оно очень большое значение играет. Даже если вовремя овуляция произошла, если гистиклетка теми же кетоновыми телами отправлена либо как здесь гистамин поработал, шансы превратиться в зевоту и эмбриом очень-то стремятся к нулю в таких цепях. Помимо того что здесь можно еще? Это вторичный фактор ну что вот себя на место коровы поставьте. Когда здорово мимо холодильника идешь открыл там что-то глазом окинул какую-то вкусняшку взял съел. Когда температура ноги вольные спина заболела лишний раз с дивана стать тяжело. Лежишь жена принесет поедешь не принесет голодать будет. То же самое с коровой лишний раз такая корова она лишний раз не подойдет кому-то. Если подойдет она конкуренции не выдержит. То есть более сильное более здоровое животное будет уж в первую очередь иерархия. Вот поэтому у таких животных часто развиваются вторичные гипофункции. То есть фолликулы у нее низкого качества или отсутствуют в охоту она приходит и в общем-то все из этого истекающее. Вот ну это так цифры тоже что подтверждение вышесказанного что все у таких коров хуже чем у нормальных животных. Вот вот такая вот факта. Это очень часто встречается в хозяйстве. Ну что такое? Это признаки респираторных заболеваний. В частности в хозяйстве когда были сделаны эти фотографии это имело место быть инфекционное такое заболевание как инфекционный римотрохеид. Один из его признаков. Но они как правило считают это святая троица это вирусная диарея парагрипп и ИРТ. Ну наиболее из них опасны это та же вирусная диарея и инфекционный римотрохеид. Парагрипп это так немножко помягче. А эти вещи чем они опасны? Одно дело что естественно любытие таких коров будет больше если мы имеем как правило последний период вылезти. Самая низкая резистенция в этот период параллельно даже условно здоровое если стадо не закрыто имеются носители у нас эмбриональная смертность опять таки. Я сам немножко эмбрионом занимался вымываешь таких эмбрионов он есть но он не диким то есть так вроде как еще живой скорее жив чем лег но для пересадки не козли либо он не вообще по сути а это в общем-то дорогое удовольствие много возни а в конечном итоге ты имеешь шиш с маслом ничего не имеешь зря работу провел но это то что опытным путем а в визуальном хозяйстве никто этого не делает то есть гибель эмбрионов в таком случае это в первые дни жизни до четвертого дня как правило если вирусоносители есть эмбриончик загибает в этот период есть способы борьбы естественно лучше стадо закрыть но если уже как бы приспичило что вот вам вчера надо и знаете о своей проблеме неплохо те же препараты интерферонов в реальной сформатуют типа мексоферона что-то такое во время соединения но там стратегий много про это в общем-то особо сейчас времени наверное у нас нет ну это конечно парская это уже естественно крайние стороны в общем-то как не должно быть ну и в общем-то на том наверное по причинам-то как же самогонно говоря наверное по времени так и все на самом деле так и все Субтитры подогнал «Симон»